В Венесуэле говорят о новых провокациях со стороны США. Госдеп объявил о прибытии на границу с Колумбией второй партией так называемой гуманитарной помощи для Каракаса. Сделано это якобы по просьбе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайду. Законный же лидер страны Николас Мадуро назвал попытку навязать стране эти грузы плохим и дешевым шоу олигархии. В Соединенных Штатах настойчиво призывают жители Венесуэлы игнорировать позицию властей и провести этот конвой через колумбийскую границу любым способом. В ход идут и угрозы, в частности военным, которые остаются верны Мадуро. МИД республики подчеркнул, армия не будет поддаваться на действия провокаторов, которые всеми силами хотят обострить ситуацию до вооруженного конфликта. А правительство не отдаст приказа стрелять по народу. Власти страны решили временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию. Ну а если США допустят агрессию в отношении Венесуэлы при доставке ГУМ помощи, то Москва обратится в Совет Безопасности ООН. Об этом уже заявил постпред России Василий Небензе. Он выразил надежду, что у России все же не будет повода обращаться в Совбез. И напомнил, задача международной контактной группы по Венесуэле не только поддержать ее законные власти, но и защитить международное право в целом. Ну а вот США тем временем уже даже не скрывают, что добиваются госпереворота в Венесуэле. Более того, глава Госдепа Майк Помпео заявил, администрация Трампа намерена также сменить власть в Никарагуа и на Кубе. Под предлогом того, что правительство этих стран, цитирую, ведут себя жестоко по отношению к собственному народу. Конец цитаты. Ну и Вашингтоне готовы силы установить там демократию.